Доброе утро коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда 13 июня и начинаем наш обзор как всегда с пары евро-доллар. По паре евро-доллар последние несколько торговых дней мы не видим обновления локальных максимумов, так пара и не может уйти выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу и в четверг на прошлой неделе. На текущий момент будем следить за уровнем минимальной значения 8 июня, который был зафиксирован по цене 1.1727. В том случае, если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, то будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения, ну а обновление локальных максимумов подтвердит настрой продолжения тренда восходящего. Примерно такая же картина у нас с парой британский фунт и американский доллар. Мы видим, что минимум за последние несколько торговых сессий идут все ниже и ниже и ниже, но серьезного ухода вниз мы не получаем, поэтому пока это выглядит больше как боковик. А в том случае, если цена полноценно закрепляется за минимум, то есть пробивает и по крайней мере одна часовая свеча открывается и закрывается за данным уровнем, уровень 1.3341, то в этом случае будем также ожидать начала коррекционного нисходящего движения по паре британский фунт и американский доллар. Ну а обновление локальных максимумов, в том числе максимум вчерашней торговой сессии подтвердит продолжение роста. По паре американский доллар, канадский доллар. И вот мы наконец получаем первую возможность увидеть развязку и в данном случае наиболее вероятно продолжение восходящего движения по данному активу, так как мы сейчас уже с утра пробиваем максимальные значения, которые были зафиксированы в понедельник и вчера во вторник. И в этом случае следующий уход выше уровень 1.3338, далее 1.3065 подтвердит настрой движения в области уже на 1.31 и 1.32, то есть тот треугольник, который мы отслеживали в рамках более крупной информации, с большей вероятностью продолжит свое движение восходящего в области 1.3350. Следующий на очереди пара американский доллар, японская иена. После обновления локальных максимумов, которые мы видели вчера, тенденция восходящая по данному активу продолжается и следующий цели роста находится в области 111.81. Ближайший разворотный уровень, но пока его сложно назвать короткосрочным, его можно обозначить только среднесрочным, находится на минимуме 8 июня, который был зафиксирован по цене 109.19. По паре австралийский доллар, американский доллар, нисходящая тенденция продолжается. Вчера мы не смогли обновить локальный максимум, то есть не ушли выше максимум, который был зафиксирован в понедельник, что в свою очередь сохранило настрой движения нисходящего. Ну и ближайшие цели это уходят ниже уровня 75.58 и движение далее по направлению на 75.13 и 74.74 соответственно. По паре евро-фунт восходящая тенденция в рамках часового таймфрейма сохраняется. Цель роста это уходят выше области 88.31. Ну а в том случае, если пара евро-фунт сможет закрепиться ниже уровня 87.58, минимальное значение 8 июня, то в этом случае будем ожидать возобновления вновь нисходящей тенденции по данному активу. Золото пытается, точнее продолжает попытки восходящего движения. По данному активу мы видим боковик уже практически на протяжении торговой недели, но тем не менее настрой восходящего движения пока сохраняется, по крайней мере, пока мы торгуемся выше уровня 1293 доллара за тройскую унцу. Уход выше максимальных значений, выше максимума 1303 подтвердит настрой восходящего движения, ну а закрепление ниже уровня 1293 даст предпосылки на начало вновь нисходящего движения по золоту. Нефть марки Brent вчера не смогла, вчера смогла обновить локальный максимум, но к концу торговой сессии мы увидели закрытие, фактически ниже открытия, что дает также предпосылки на возможное коррекционно нисходящее движение по нефть марки Brent. И данный сценарий будет актуален в том случае, если цена сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 75.35. Пока вероятность продолжения роста сохраняется, ну а уход ниже уровня минимальной значения вчерашней торговой сессии и понедельника уже нас вернет вновь к нисходящему движению по нефти. По индексу DAX тенденция восходящая сохраняется, вчера обновили локальный максимум, следующая цель роста это уход выше максимальные значения, которые были зафиксированы вчера и движение по направлению на 13077. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12814. Ну и биткоин. Вчера к концу торговой сессии уходит ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в понедельник и в воскресенье, что вновь нас переводит в фазу нисходящего движения по биткоину и следующие цели предположительно находятся в области 5300 долларов за один биткоин. Это минимальное значение, которое мы с вами можем увидеть в рамках уже более крупного таймфрейма, дневной таймфрейм, уровень даже 5800 ближайший и следующий минимум, который у нас был в ноябре 2017 года зафиксирован. Туда биткоин может также скорректироваться. Ну а возобновление покупок будет отслеживаться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 6865. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok